Как-то мы с Машей, она была у меня в гостях, со Славой Гришечкиной, прекрасным, замечательным актером. Пришли журналисты, подарили елку, говорят, вы наряжайте елку, мы будем фотографировать, вы разговариваете. В общем, какой-то оруэлл, непонятно. Ладно, мы наряжаем елку, фотографируем, и вдруг у Маши возникает гениальная идея. Она начинает со мной игру, которую даже я не сразу понял, но потом включился. Это странные какие-то самые удивительные номера. Она мне говорит, слушай, а ты знаешь Лариска-то? Как Лариска-то поживает, а? Думаю, какая Лариска? Там журналистка сразу стала интересна, она стала записывать. Так, Лариска. Самое главное, чтобы не расколоться, не смеяться. Я говорю, как Лариска? Ну, как Лариска поживает? Ты понимаешь, там Сережка... Я просто тебе хочу сказать, что Геннадию Павловичу вы будете звонить. Да ты что? Потому что вот эта фура хурмы, которая стоит, так и на белорусском. Это на ее вопрос. Подожди, Михаил Петрович звонил мне и сказал, что он будет заниматься конкретно поставками огурцов в Долгопрудный. Я тебя прошу, договоритесь с Витей, договоритесь с Витей, потому что те ботинки, которые они привозят, это негодить. Нина Николаевна не говорила мне, какие ботинки. И вот этот бред в течение часа или полутора... Теперь внимание. И мы не смеемся. Мы не смеемся. Мы сейчас вдвоем, а при этом еще Слава Гришечка. У него квадратные глаза. Нет, потом Славка понимает, тоже начинает с нами играть, и все равно мы не смеемся. И подожди, журналистка сходит вообще с ума. Она пытается проследить причинно-следственные связи. А мы... Огромная елка в потолок у Сашкин. Кто-то на стремянке, кто-то на стуле. Славка ползает там внизу, что-то мы наряжаем. И тишина. Она молчит, мы молчим, потому что она переваривает вас, и все это безумие, она не понимает. И мы молчим. И потом Маша. Потому что я понимаю, мы не понимаем, кто проиграет. Не я, а Гришечкин, который стоит на коленях в вате и говорит. Ребята! Я же вам забыл сказать! Мы говорим, чего Слав уже забыл? И он так на нас с Сашкой поднимает глаза. Анжелка-то в тюрьме родила! Дорогие друзья, больше мы никогда не видели эту журналистку. Поэтому теперь все интервью, все передачи, которые у нас есть друг к другу, в конце Маша серьезно отвечает, что ты говоришь. И мне через экран все время говорит. Сашенька, ну и кстати, от Анжелки тебе большой привет. Огромный привет! От внуков Анжелы тебе привет! Ура! Мы в долголетие! Александр, Олег!